Здравствуйте, девочки! Сегодня я хочу показать немножко декоративной косметики, которую купила буквально. Так, начну с подводки. Купила подводку, давно хотела темно-коричневого цвета, у меня никак не попадалось. И я очень люблю косметику Белль, не знаю, с чем это связано. Вот одна из покупок. Это вот такая вот подводка. Вот такая вот она. И такого цвета, темно-темно-коричневого. Очень легко подводить, очень мне понравилось. Так, это номер 20 у меня. Такого цвета. Очень люблю такого цвета. Следующей покупкой у меня была вот такая вот пудра. Белль. Купила в цвете загара. Так вот она выглядит. Такой темно-темный цвет. Ну, на самом деле не очень она, конечно, темная. Выглядит, конечно, здесь намного темнее, а на самом деле она на кожу ложится более светлым цветом. Потом зачем-то мне понадобился бронзер. Тоже от фирмы Белль взяла. Такой вот бронзер сейчас уже попробовала. Очень такой интересный. Или просто сейчас осенью хочется выглядеть, сиять, наверное. Очень интересный цвет. Как-нибудь я обязательно сделаю макияж с этими цветами. И взяла от Риммель. Такой вот блеск. Выглядит на камере такой розовый-розовый-розовый. А на самом деле вот на моих губах. И покажу вам кисточку. Очень интересная кисточка вот такая вот. Сегодня вот хожу целый день. Хорошо держится, не смывается. Нелипкое главное вот то, что мне. И хотела еще показать один предмет для декоративной косметики, которым я пользуюсь практически каждый день. Я его вам не показывала. Тоже от Белль. Это у меня такой вот консилер. Консилер с минералами. Чем он мне нравится? Вот у него вот такая вот кисточка. Как у блеска. Прекрасно можно что-то прикрыть. Он очень хорошо ложится и не вызывает аллергии. Вот такой вот цвет. Кажется белым, но после того, как вы его впитаете, он практически сливается с вашей кожей и перекрывает какие-то ваши ненужные покраснения, ненужные прыщики. Я вот этот вот консилер использую под глаза. Очень и очень довольна. Он у меня уже, наверное, где-то месяца два. Пользуюсь практически каждый день. Хотела вам показать еще... Я купила себе тени от Гарлен. Давно хотела попробовать. В такой прекрасной упаковочке стеклянной. То есть она никогда не сотрется. То есть это внутри как бы. Такого вот нежно-розового цвета. Для дневного макияжа. Не слишком шиммерный. Прям прекрасный цвет. Очень мне понравился. С большим удовольствием. Хотела показать еще два продукта, которыми я довольна, которые купила и практически пользуюсь. Я вот взяла вот такой вот карандаш. Он недорогой. Демини в цвете 0,18. Я давно хотела попробовать макияж с голубым карандашом, чтобы подводить вот нижнее веко, может быть, немножко верхнее. И я тестировала, конечно, но не могла найти. Вот я его сейчас нашла. Он немножечко сперламутром. Конечно, выглядит на руке не очень. Но если вы его нанесете на глаза, совершенно такой интересный эффект он дает. И советую вам попробовать. Он с витамином Е. Хорошо точится. Очень и очень мягкий. Я не ожидала, что вот от таких вот дешевых карандашей может быть какой-то такой вот эффект. Очень мне понравился. И хочу я вам как-нибудь показать вот макияж, дневной обычный макияж, который я делаю вот при помощи этого карандаша, ну, при помощи теней там. И нашла тоже недорогую вот такую вот кисть. Это кисть для теней, для растушевки теней. Вот видно, наверное, довольно-таки очень и очень плотно, натуральная. Можно, как я пользуюсь. Если у меня два цвета теней, то я один цвет набираю вот этой стороной, второй цвет набираю вот этой стороной. И для растушевки можно использовать уже вторую сторону. Видите, как он интересно выглядит. Кисть совершенно недорогая. Это у нас косметик-браш. Тоже для себя открыла и довольна вот этим вот. Ничего совершенно не влезает, ничего подобного нет. Я уже несколько раз мыла. На этом мои покупочки вроде все. планирую сделать еще одно видео про покупки, но там уже будут немножко другие средства. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, будьте со мной. Память что-ка. Моем не выберем ни при Channing,